Ах, что такое? Что это за место? Почему я лежу? И что вообще происходит? А это кто такие? И что это за обломки корабля? Так, где б я ни был, мне точно стоит отсюда драться. Если мой корабль упал здесь, то где же родин? И кто эти типы, которые окружили мой корабль? И мой ли это корабль вообще? Что это за планета? Почему тут так много упавших кораблей? Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. КОНЕЦ Я бегаю тут уже минут 20 и так ничего и не увидел, только обломки кораблей, каких-то вражденных существ, лав, которых здесь повсюду. И что же мне делать? Как выбираться отсюда? А это что? Неужели это республиканский крейсер? Но как он здесь оказался? Республика уже была на этой планете? Столько обломков, видимо, не так давно, тут было крупных сражений. Вы посмотрите, на что я наткнулся. Какие-то тихие звери едят какого-то бедолагу, причем республиканское. Пора выбираться отсюда, пока эти земли не поглотили меня. Эта планета становится все более странной. Снова какие-то тверь загрызли республиканского бедолага. Если я не найду выход, то меня, видимо, ждет такая же сражения. Да уж, место, конечно, неутешительное. Повсюду какие-то стрёмые чуваки, звери и кости. Я должен отсюда выбраться. Эй, Бонжук, слышишь меня? Узнаешь мой бонус. Малгус, Малгус, неужели ты вправду жар? Ты думал, что убьешь меня, империя падет? Ха-ха-ха-ха. Вот что на самом деле станет с галактикой. И ты не сможешь ее спасти, как и свои друзья. Ведь я уже иду. Этого не может быть, это всего лишь кошмар, и мне нужно выбраться. Тут есть какой-то проход, возможно, это выход. Если Малгус и вправду жар, я должен сваливать отсюда. Это всего лишь кошмар. Это всего лишь кошмар. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ах, это был сон. Никогда у меня еще не было такого сильного погружения в свой разум. Я уж думал Малгус и вправду выжил. Что ж, в любом случае нужно убедиться, что он мертв. Поэтому я и лечу вместе с Роденом Наявин задать вопросы мастеру Крон, ну и рассказать о спасенном крейсере Республики тоже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как приятно увидеть родного Троида и родной корабль. Я тоже рад вам, мастер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Родин, ты даже не представляешь, какой сон у меня был, но я очень надеюсь, что он был невещим. Ну, пока ты спал или медитировал, не знаю как вы джедаи отдыхаете, в общем мы уже прилетели на Ивин, как раз ждали только тебя. Отлично, будем верить, что у мастера Крона найдутся ответы на мои вопросы, от этого зависит судьба галактики. Я тоже надеюсь, но давай отправимся на поверхность и выясним это. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А вот Явин, давненько я здесь не был, похоже они снова сделали перестановку, никак не успокоиться. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мастер, задание по сопровождению республиканского корабля выполнено. Отлично, я не сомневался в тебе, как все прошло. Столкнулись с имперцами, мандалорцами и ситхом, а так все нормально. И кстати насчет ситха, он сказал мне, что Малгус скоро возродится, но это ведь невозможно, да? Теоретически в этом есть, правда? Видишь ли, очень сильный пользователь силы не может так просто умереть. Скорее всего, его дух выжил. И если найти сосуд, который сможет выдержать мощь духа и артефакт, способный направить духа в тело, то есть вероятность, что дух оживет. Значит ситх не лгал, и Малгус действительно выжил. На это также намекал мой сон, где Малгус уничтожил галактику. В таком случае мы должны принять меры. Отправляйся на планету Микша и найди нашего агента. Она знает, что творится в галактике и сможет рассказать что-нибудь полезное. А я тем временем начну подготовку храма к возможной битве. Если Малгус действительно вернется, только ты сможешь его остановить. Хорошо, я вернусь как только смогу. Что ж, маска у меня. Теперь осталось самое важное. Воскресить императора. А это кстати капитан моего корабля. Нашел ее на Наршада. Но не суть. Дух Ривана дал четкие инструкции. Раздобыть маску и отправиться на отдаленными. Под названием Манаан. Об этой планете не знает ни империя, ни республика. Но манаанцы обладают очень ценными и запретными знаниями. В том числе и переселение души. Поэтому это единственное место, где может возродиться наш хозяин. А вот и Манаан. Скоро наша империя снится. Снова станет сильной и свободной. И бомжик не сможет этому помешать. Вот она планета, где медицина продвинулась настолько, как что может воскрешать убитых, независимо от того, как они умерли. Поразительно, планета на 90% покрыта водой, но несмотря на это она технологически разлита. А также вся охрана здесь, это дроиды, но не простые, а боевые разрушители, которые в одиночку способны уничтожать батальоны. Продолжение следует... А это нижний уровень научного комплекса. Сюда меня звал Голос Ривана. Видимо здесь есть что-то, что поможет связаться с Молгусом. Молгусом 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 Войн, ты наконец прибыл сюда. Как же долго я тебя ждал. Ты принёс то, что я хотел. Да, мой хозяин. Маска у меня. Отлично. Ты проделал прекрасную работу и будешь достоин великой награды. Скоро вся империя и республика узнают, что такое настоящий гнев императора. А сейчас у меня будет для тебя последнее задание. Отправляйся на верхний этаж и подготовь оборудование. Дройда оставь здесь. Чуть позже я слежусь с тобой. Ну вот и планета Мекша, хотя больше похожа на астероид какой-то. Ну ладно, мое задание здесь, найти агента и узнать, знает ли она что-то о воскрешении Малгуса. Субтитры сделал DimaTorzok Спустя какое-то время я все-таки нашел здешний рынок. Наверное, тут и должен быть агент. Если бы мастер Крон указал, где она, то мне было бы явно проще. Ну вот я и нашел разведчика. Теперь осталось узнать информацию. Здорово, меня направил к тебе мастер Крон. Он сказал, что у тебя есть важная информация о возрождении императора. Ну привет. Да, возможно и есть. Но сам понимаешь, на такой планете информация не достается так просто. И даже не важно, союзники мы или нет. Ладно, чего ты хочешь? В промышленном районе на самом дне шахты есть одна вещица, которая мне нужна. Она ценна. И ее можно продать. Принеси ее и тогда я тебе все расскажу. Договорились. Ну вот я и на верхнем этаже. Куда сказал идти император? Похоже, что тут уже все готово для начала процедуры. Хм. Ну что тут делают Датакроны? Я думал все они находятся у меня на Наршаде. Да, забыл упомянуть об этом. Все что ты делал последние пару месяцев это искал Датакроны. А позже бомжика. А ты не задумывался зачем? И не задумывался. А могут ли твои подчиненные в тайне отправлять найденные Датакроны сюда? Я понимаю, что ты больше коллекционер. Но хоть проведывал свою резиденцию что ли. Но это не важно. Больше ты не тот человек. Я долгое время скитался в виде отголоска силы в поисках человека, способного исполнить мою волю. И вот. Ты начинаешь поиски Датакронов. И как раз с помощью них я постепенно овладевал твоим разумом. Каждый найденный Датакрон подчинял тебя мне. Последней каплей стал Карибан. После него я завладел твоим разумом и направлял твои действия. Я пытался найти бомжика и оставшихся джедаев. Которые думают, что собрали все Датакроны. Но самые ценные уже у меня. И все благодаря тебе. Я понял, что бомжик скрылся. Но они даже не подозревают, что они самолично сделали портал для моего возвращения в виде тех самых Датакронов. Которые они хранят в храме на Явине. Их там так много, что мне хватит вернуться через них и направить туда свою армию. Я понимаю, мастер. Рад служить империи. Что я должен сделать? Видишь эту красную жижу? Опусти туда найденную тобой маску. Затем сними с себя всю броню и отправляйся в камеру позади этой электрической штуковины. Когда зайдешь в камеру, дроиды все сделают и твое тело плюс маска воссоздадут тело Ривана. В которое я вселюсь. Ну а после с помощью темной силы, технологии Датакронов я смогу переместиться на Юлин. Отправить сигнал империи и начать вторжение. Теперь бомжик уж точно не сможет меня одолеть. Мои силы выросли в два раза с последней нашей встречи. Я уничтожу его, а затем всю академию. Ахахахахахахахахаха. Будет сделано, мастер. Готовы мастер, маска и я готовы к ритуалу. Отлично, теперь выполни своё предназначение и стань сосюдом Императора, чтобы я смог сокрушить наших врагов и создать новую, процветающую Империю. Как пожелаете. Продолжение следует... Продолжение следует...